Здравствуйте! В эфире новости Читы из Забайкальского окраина, первом независимом телеканале ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска новостей – выставка белорусской обуви и узбекского трикотажа. В студии Светлана Тулунова. И коротко о главном. Проблем много, Галушка один. Заместитель секретаря общественной палаты России обсудил с губернатором главные проблемы Забайкалья. Спортом нужно заниматься. Общественники решают, как помочь отрасли, на которую в бюджете края выделено меньше 1%. Не только обещания, но и дела. Что полезного для региона уже сделал Дмитрий Носов. А теперь обо всем подробнее. Забайкальский край посетила значительная личность. Биография Александра Галушка изобилует свершениями. Он не только бывший шеф нашего губернатора, экс-министр и первый общественник в стране. Александр Галушка, по всей видимости, имеет все шансы стать автором экономической идеологии нашей страны на ближайшие годы. Но вот чем его приезд в итоге стал для Забайкальского края. Подробности в следующем сюжете. Александр Галушка на данный момент заместитель секретаря общественной палаты Российской Федерации. То есть экс-министра развития Дальнего Востока и Арктики сейчас можно назвать одним из самых главных общественников страны. Встреча, конечно, была посвящена проблемам края. Одна из них и самая пугающая – ОЗП. Сегодня системных решений на федеральном уровне. Ни создание вот этой коммунальной инфраструктуры, которой нет для 70% населения, ни для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, которой пользуются 30% населения, по существу нет. Есть отдельные разрозненные решения, и мы за них очень благодарны. Там фонд реформированный ЖКХ немножко что-то дает. Что-то там какие-то небольшие субсидии по линии дотации мы небольшие получаем. Но вот эта многомиллиардная проблема, мы считали, она первый этап у нас только существенный – 18 миллиардов рублей. Более-менее полная модернизация существующей только сети – 54 миллиарда рублей. Предполагается, что мы должны привлечь каким-то образом частные деньги, их инвестировать, за счет тарифа вернуть. Эта модель в месте, где в части районов отопительный сезон заканчивается 15 июня и начинается 15 августа, в рамках тарифного регулирования, еще и с несбалансимым бюджетом, просто нерешаемая. И текущего уровня доходов граждан в принципе нерешаемая. Причем у граждан это уже составляет более 30% от их дохода уже коммунальной услуги. Еще если туда инвестиционную вложить составляющую, то это вообще неизвестно, сколько получится. Ну, известно вернее даже, но неприемлемо. Поэтому мы этот вопрос ставим, в принципе нас на всех уровнях поддерживают, но какого-то финального именно практического решения пока на уровне пресса мы не нашли. Да знаете, мы на Восточном форуме, у нас была дискуссия по этому поводу, у меня возник вопрос. Слушайте, ну если в рамках рыночных механизмов не решается задача, значит не нужны рыночные механизмы. И все, надо просто это ясно, однозначно сформулировать. Они не решают эту задачу, а задача какая первичная? У людей должны быть качественные услуги ЖКХ по минимальному тарифу. Ну так давайте не рыночными механизмами ее решать. А возникает вопрос, а как там лет 40 назад ее решали? 30, но решали же. А что сейчас так не решать? Что мешает? И Александр Михайлович абсолютно согласен. И вот это просто один из примеров кричащих. Ну когда просто жизнь не помещается в этот рыночный механизм, ну никак. Как ты туда не вталкивай. Это как, не знаю, нога 45-го размера, а предлагается носить обувь 35-го. И что делать с этим? Поэтому давайте я полностью поддерживаю, готов на всех уровнях это ясно формулировать, и продвигать эту мысль. Словно почуяв кровь, зампреды строят свои доклады с основной мыслью. Не мы такие, а система. И рождаемость упала, и экономика не очень, а строительство вообще так себе. О достижении целевых результатов к установленным срокам нет и речи. Бывший шеф губернатора с ними согласен. Действительно, с одними отчетами, без реальной работы толку мало. На сегодняшний день, пока национальные проекты не стали инструментом управления по целям, а являются скорее еще одним способом расходования бюджетных средств. И это никак нельзя признать неудовлетворительным, нельзя признать общественно значимым. Потому что людей интересует не как деньги бюджетные потрачены, а как жизнь к лучшему изменилась. Кроме того, слабо вообще понятно, какая причинно-следственная связь между тем, что заложены в мероприятиях национальных проектов, как их начинка, и теми национальными целями, которые определены в указе президента. Причем этот вывод общественной палаты совпадает с выводами счетной палаты, наших коллег-аудиторам счетной палаты. И ключевая вещь, что во всех национальных проектах должен быть показатель удовлетворенности людей. Именно мнение людей, реальное, из всех регионов страны, а не бумажные отчеты чиновников, говорят о том, успешный либо неуспешный национальный проект. Александр Галушка уже направил ряд предложений Владимиру Путину по национальным проектам. 29 августа доклад побывал на столе у президента. У нас есть цель, и нам нужен результат. А как только мы опускаемся до уровня конкретных процедур, а они у нас закупочные, а они не про цели и не про результат. Приходят подрядчики, которые изначально не способны выполнить эти работы, но они на них заявляются, и по процедурам формально у них все хорошо. При чем тут губернатор? Он здесь при чем? Поэтому дурака валять не надо, а процедуры нужно нормальные создавать, которые обеспечивают реальное управление по целям. И, к большому сожалению, существующая система государственных закупок сегодня не ориентирована на обеспечение реального управления по целям. И сквозной проблемой всех национальных проектов является то, что они упираются сегодня в эффективности своей реализации в неориентированную на результат систему государственных закупок. Видимо, все-таки кто-то из правительства края догадался почитать монографию «Кристалл Роста» к «Русскому экономическому чуду». И все доклады на одно лицо цифры и жалобы. Такое ощущение, что заместители губернатора сняли себя часть ответственности за провалы и получили шанс того, что порки в правительстве станут реже. И позабудутся парки, построенные на болоте. И сорванные сроки по строительству дорог как-нибудь отмотаются назад. – Что это? Я что слушаю вообще? Друзья мои, это вообще... Вы уже... Вы-то... До театра... Я не знаю, как вам цифры дошли. У вас государство на предприятии выполнили задачу, которую вы поставили. Вы вообще что-то какие... Что из себя представляете? Какие власти в Западе? Вы или вы приедете, честно, неизвестно о том, у них был вообще никто и ничто по своей полноночиям и возможностям. Где? Это даже не несколько лет. Дети так в простоте и прямо, и честно говоря. «А вы что, что творится?» «Если я вам серьезно говорю, я сейчас слышу, это не организация, а вот противополит». «Вы с ума сошли?» «Получите эти доказательства, получите эти деньги, вот так вот их организовали». «Что хотите, делайте. Сейчас берите официально, отменяйте эти конкурсы, расторгайтесь на стороне, выводите нужное количество подрядчиков, всем не нужно играть». «Не способны мне так и скажите с вами». «Я, вы с вами отдельно, вы не на пункте, поговорим со всеми с вами отдельно. Я вам просто скажу, в дебральном сети, у себя в кабинете, что будет с каждым из вас, если это будет Забайкальского края, губернатор Забайкальского края, правительство Российской Федерации запишет жирный пол за выполнение кадров. И сколько лет я вас буду помнить, я расскажу один случай. Сколько я помню одного человека, и как ему это до сих пор отдаётся». К грядущим изменениям для выполнения национальных проектов действительно нужно чудо. Не русско-экономическое, как в названии монографии «Галушки», а попроще. Для начала – кадровое. Вячеслав Барнинский, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Местные жители, проживающие на улице Заречное в посёлке Кадала, считают себя брошенными на произвол судьбы, до которых местным чиновникам нет никакого дела. Проблем у них накопилось столько, что рассказывать о них люди могут часами. Это отсутствие пешеходного перехода, плохие дороги, качающиеся деревянные опоры ЛЭП и борьба с Алирон Плюс. И самое страшное в этой ситуации – то, что органы власти обо всём знают. Подробнее расскажет Анжелика Понебрашина. Если в центре города почти на каждом пешеходном переходе стоит сотрудник ГИБДД с целью обезопасить детей, то здесь до местных ребятишек никому нет дела. Чтобы добраться до школьного автобуса, детям приходится перебегать дорогу в неположенном месте, что всегда страшно. Ну что, собьют. Они не пропускают и просто ездят. Когда уже долго стоишь, бывает, пропустят иногда. Мама школьника Анна Доставалова уже несколько лет пытается решить проблему с отсутствием пешеходного перехода. Ведь на кону жизнь её детей, которые рискуют ею ежедневно. И опять же, в тёмное даже время суток, вот у меня сейчас оба ребёнка учатся со второй смены. Они переходят дорогу, опять же, в тёмном, неосвещённом месте, не по пешеходному переходу. Движение здесь как бы ни к чему не ограничено, никакой безопасности нет. Вечером, если после уроков маленького я либо забираю сама, либо вызывать, приходится ему такси, чтобы его забрали. Ну, со школы довезли, когда я не могу забрать. Решить проблему местные жители пытаются уже 8 лет. Обращали за помощью везде, в том числе главам региона. Причём неоднократно. Все они обещали помочь. Однако руководители меняются, проблема остаётся. И через губернаторов Забайкальского края, Ильковский, Жданова, на сегодняшний момент с Осипом Александром Михайловичем. В 12 сентября будет прямой разговор с Александром Михайловичем, где я снова осветила все наши проблемы. Данный вопрос по пешеходному переходу был на контроле у Александра Михайловича. Как мне сообщили в комитете ЖКХ последний раз, что у нас есть уже в плане. Мы наконец-то в план попали. Наша улица по оборудованию пешеходного перехода должны были найти подрядчика. Ну, на этом всё. Должны были это всё сделать июнь месяц этого года. Проблема отсутствия пешеходного перехода здесь не единственная. Попутно люди успевают бороться и с Алироном. Ситуация привычная для оператора. Мусор здесь не вывозили целый год. А вот деньги за свои якобы предоставленные услуги монополист решил жильцов забрать. Да, нам, конечно, долги-то потом списали после того, когда я обратилась в службу Алирон, с тем, что нас проверили, что да, в действительности к нам машины не приезжали, мусор у нас не вывозился и только после заявления с нас списали долги. Юлия Бондаренко переживает. Ситуация может повториться. Ведь их мешки с мусором снова одиноко стоят возле забора. Бочка, которая ранее предназначалась под питьевую воду, доверху заполнена бытовыми отходами. Контейнерной площадки здесь нет. Её жильцам предлагают построить самим. На которую нам сказали, что день финансирования недостаточно, поэтому в этом году у нас контейнерной площадки не будет. То есть мусор мы теперь вот таким образом собираем. Когда мы просто выставляли мешки, собаки растаскали, нам приходилось заново в мешки собирать его. Построить самим. Этим словосочетанием население не испугать. Ведь те же дороги в более или менее божеский вид здесь приводили в порядок жильцы и так своими силами. За свой счёт они приобретали скальники, щебень, а после также сами осуществляли ремонтные работы. Ведь слова «не пройти, не проехать» здесь подходили как нельзя кстати, особенно после проливных дождей. Туда сейчас вниз по улице, это только наши вот мужчины ездят на машине, они знают как проехать. А вот скорая, например, или почта ездит, ещё такси вот ребятишкам заказывают, там уже не проедешь. Там ямы, хоть мы этот скальник покупали в том году, это всё раскидали, это всё вообще бесполезно. Это бесполезно. Сейчас опять всё промыло. Здесь уже к остановке, когда дождь здесь хоть маленько засыпана скальником, не пройдёшь. Это нужно такой обход делать или запасную обувь с собой брать, чтобы переобуться и сесть в маршрутку. Да, в туфлях мы здесь не ходим. Чиновники в помощи людям отказали, ответив на их просьбы избитой фразой «на это денег нет». Куда обращаться население не знает. Делать дорогу снова за свой счёт? В этом случае возникает вполне резонный вопрос. Зачем тогда нужны господа чиновники, которые, к слову, получают на эти цели деньги и из федерального бюджета в том числе? Однако на людей в галстуках население на улице Западной и ещё надеются. Ведь проблем здесь много. Например, те же линии электропередач, которые в последний раз специалисты осматривали ещё в далёких 90-х годах. Когда сильный ветер, провода качают, столбы тоже, естественно, искры летят. У Ани, у Достоваловой, в ограде столб, он скоро тоже завалится. Он тоже уже скоро упадёт. Там его даже, его вообще ветром качает невозможно. Люди ждут. Возможно, чиновники обратят внимание на беды, когда произойдёт трагедия, которая может случиться в любой момент. Анжелика Понебрашина, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ Добиться снижения цен на авиабилеты в Читу, возвести в край как можно больше спортивных объектов, остановить отток молодёжи. Всё это планирует сделать наш земляк, олимпийский призёр, кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ по Даурскому одномандатному округу в Забайкальском крае Дмитрий Носов. Впрочем, это не просто голословное обещание. Многое из списка его задач уже сделано. В регионе набирает обороты общероссийское антинаркотическое движение «Антидилер», созданное Дмитрием Носовым. Со своей командой он вплотную занялся беспорядочными алкоточками в краевом центре. Борьба с наркоманией также приносит хорошие результаты. Наркотиков на 5 миллионов за два месяца изъяли в почте. Ну, естественно, совместно с полицией, полицейские нам говорят, у вас так не хватало, опереться не на кого. Сейчас каждый день рейды идут. Дмитрий Носов – основатель 11 спортивных школ в разных регионах страны, поэтому одна из его задач – сделать Забайкалье кузницы кадров прославленных чемпионов. А главное – помочь забайкальским ребятишкам выезжать на соревнования за пределы региона, чего многие позволить себе просто не могут. Анжелика Понебрашина, Антон Доценко, ЗАПТВ. Антон Доценко, ЗАПТВ Состоялся круглый стол по вопросам создания условий для увеличения доли населения, занимающегося физической культурой и спортом. За этими казенными строчками большая беда для всего Забайкальского края. У нас острая нехватка спортивных объектов и, как следствие, низкая вовлеченность забайкальцев в спорт. Подробности в репортаже моих коллег. Кто может сказать, что спорт – норма нашей жизни? И здесь вопрос даже не желания, а доступности, возможности заниматься физкультурой хотя бы на любительском уровне. Общественники, депутаты законодательного собрания и чиновники администрации губернатора собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы, если хотите высказать претензии друг к другу. Это не дебаты, это круглый стол, где, позабыв обиды, можно с пользой поговорить. Спортивные секции возьмем у нас в городе всего две. Набор всегда, то есть спрос превышает возможности, значительно превышает. Давний вопрос обещания губернатора, в рио губернатора, поправлюсь, строительства объектов. Но на сегодняшний день я не знаю, наверное, мне ничего не известно об этом. Характерный пример. Федерация плавания подает в Министерство спорта на основании единого календарного плана запрос на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Только для того, чтобы обеспечить участие забайкальских пловцов в соревнованиях. А получает меньше 200 тысяч. Здесь проблема не одной федерации, а забайкальского спорта в принципе. Дикая нехватка финансирования, крайне скудное количество спортивных объектов, тренеров, а также юношей и девушек, что смогли реализовать себя. Но у замминистра физической культуры и спорта забайкальского края есть своя точка зрения. Начали строительство двух фоков по линии комплексного развития сельской территории. Это фок в Чернышевске, это фок в Карлинске. В прошлом году начали строительство трех объектов и в этом году мы заканчиваем. Выяснилось, что в бюджете забайкальского края на спорт предусмотрено менее 1%. И это учитывая, что у нас объявили пятилетку спорта. Депутаты и общественные деятели говорили, что состояние инфраструктуры для занятия спортом оставляет желать лучшего. В основном мы эксплуатируем наследие советских времен. Эффективность участия забайкальского края в реализации национальных проектов России, федеральных и государственных программ, направленных на развитие спорта, невысока. Это ни в какие ворота не влазит. Поэтому вы внутри своего министерства, у вас и проблемы, куда дать. Здесь пять тысяч, тут десять, каждая копиюшечка на счету. И я вас просто прекрасно понимаю, но, к сожалению, я ни разу не помню, что целый комитет законодательного собрания молодежной политики и спорта поднимал этот вопрос в жесткой форме. Почему они не поднимают этот вопрос? Почему им в колокол? Они же ведь народные избрания. Бить колокол требовать решительной и плодотворной работы от всех заинтересованных лиц. К сожалению, спорт в Забайкале находится на крайне низком уровне. Сейчас мы говорим не только о профессиональной, но и о любительской физкультуре. Протокол заседания ляжет на стол, в том числе и председателю законодательного собрания. Анжелика Понебрашина, Юрий Житлухин, Николай Шунков. ЗАПТВ. Приближаются выборы в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Кандидаты на этот высокий пост, обсуждая проблемы, накопившиеся в регионе, выступают со все более решительными заявлениями. Сегодня в объективе наших телекамер Юрий Григорьев, партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». С самого начала избирательной кампании, больше всего обращений, поступивших и ко мне, и в мою общественную приемную от жителей Читы, касались нескольких вопросов. Это, в первую очередь, дорожная проблема. Второе. Бездействие власти по поводу разгильдяйства мусорного оператора «Лерон плюс». Наконец, переселение из ветхого аварийного жилья. Для изучения этих вопросов, мной совместно с Общественной палатой Забайкальского края, были сформированы три рабочие группы. В них вошли вы Забайкальские эксперты и волонтеры. В течение августа был проведен общественный мониторинг к исполнению трех национальных проектов – экология, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда. Результаты все вам известны. Ни по одному из указанных национальных проектов администрация Читы и ее руководитель Александр Сапожников не достигли предусмотренных президентом России целевых показателей. Считаю это прямым срывом поручений главы государства. Беспокоит также и то, что действующая городская администрация явно не способна выполнить поручения президента России и Путина по масштабному обновлению городской среды и дальневосточных городов. С этой связи, совместно с общественниками города, мы приняли решение начать сбор подписей за отставку руководителя Читинской городской администрации Сапожникова. Будем просить городскую думу рассмотреть вопрос отставки Сапожникова. Информация со срывами президентских нацпроектов будет мной направлена в адрес президиума по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Остается совсем немного дней для того, чтобы посетить ярмарку-выставку и приобрести себе качественную одежду и обувь. Организаторы сделали для гостей приятный сюрприз – новое грандиозное поступление обуви на осенне-зимний период. Все подробности в следующем сюжете. Одеваться красиво, выгодно и качественно желает каждый. Подарить своим ногам тепло и комфорт на предстоящую зиму или собрать удобный домашний наряд из натурального хлопка. А сделать это можно без всяких проблем. Главное – это знать, куда идти за правильными покупками. Ярмарка продолжает радовать читинцев и гостей города большим ассортиментом представленных моделями. Посетить выставку стоит как минимум из-за нового поступления обуви. Посетить и подобрать себе удобную, надежную и качественную пару на предстоящие осень и зиму. Одним из самых важных предметов гардероба является как раз обувь. Это неотъемлемая часть образа каждого из нас и жизненная необходимость содержать ноги в тепле и комфорте. Подобрать можно абсолютно любой фасон на любой размер. Огромный плюс – вся обувь выполнена с учетом проблемных ног. Широкий ассортимент моделей и новое пополнение коллекции дарит вам возможность найти то, что подойдет именно вам. Обувь у нас представлена для проблемных ног. Это высокий взъем, широкое голенище, выступающая косточка. В нашей ярмарке представлено более полутора тысяч пар моделей мужской и женской обуви. Сама уникальность обуви заключается в том, что специальная подошва из полиуретана хорошо амортизирует, тем самым снимая нагрузку с позвоночника. Домохозяйкам стоит присмотреться к одежде из натурального хлопка. Удобные домашние и дачные костюмы, платья, сорочки, футболки, трико, майки, сарафаны, а также большой выбор нижнего белья. Ну а вишенкой на торте являются лечебные пояса и наколенники из натуральной собачьей и верблюжьей шерсти. Выставка-ярмарка белорусской обуви и узбекского трикотажа будет работать до 18 сентября. Более двух тысяч моделей зимней, осенней, демисезонной и летней обуви, а также одежда для дома и дачи. Все это многообразие модели ждет своих покупателей по адресу город Чита, улица Ленина 1, выставочный центр Забайкальский. Субтитры создавал DimaTorzok И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых важных новостей. А я с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАПТ-ТВ. Спонсоры показа – магазины Интимиссими и Кальцедония. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков. И даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Кальцедония. Торговый центр Макси. Шилово-Ско. 15 сентября в среду будет облачно с прояснениями. Ветер западный – 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до плюс 9 градусов. Днем будет от 16 до 19 со знаком «плюс». Смотрите новости на ЗАПТ-ТВ. Мы показываем только правду. До завтра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...